Всем привет, с вами Нагваль и сегодня мы будем разговаривать о том, чем я обычно занимаюсь в игре, как провожу время и вообще в целом планы на эту игру. В общем, можно сказать, что ничем особо я и не занимаюсь. Захожу в игру в основном только чтобы слить очки работы, переливая их в голду, ну и постепенно улучшая свой эквир. Вот, иногда бывает схожу на Даскшир, либо дневной, либо вечерний, но с этим делом на нашем сервере все очень печально со стороны Востока я имею ввиду. Восток чаще всего проигрывает, так как люди сюда если приходят, то только ради квестика на 500 хонора, который можно выполнить там максимум за 5 минут. После чего выходят из рейда, идут на какой-нибудь там класс, призрачную армию или там просто по своим делам. Ну а почему именно Даскшир, то на мой взгляд это самый толковый пвп ивент, где есть две конкретные противоборствующие стороны, где реально решает пвп. Здесь достаточно пространства для различных там тактических маневров, вот и тут реально сыгранные гильдии могут в полной мере себя проявить, именно как пвп гильдия. Да, конечно численность игроков тут тоже решает, но поверьте и на востоке, и на западе вполне достаточно игроков, чтобы сражаться на равных. Но тут просто вытекает один минус Даскшира, это минус в том, что у игроков нет абсолютно никакой мотивации идти на Даскшир. Квест на 500 хонора, как я говорил, можно выполнить там буквально за первые 5 минут, и лично мое мнение, что этот квест нужно было сделать так, чтобы можно было сдать его только по окончанию Даскшира, например как на Кровавой Росе. Там тоже есть квест на 500 хонора, где нужно набрать 100 очков за разрушение башен и сдать этот квест вы сможете только по окончанию Росы. Если бы так же было и на Даскшире, то у игроков оставалось бы до конца Даска намного больше, плюс можно было бы как-то изменить награду, сделать ее зависимой от результата, например за победу игроки дополнительно получали бы еще 200 хонора, там дополнительно к основному квесту. Вот, а так, мало кому хочется идти на Даск, только ради какой-то там жалкой шкатулки на 5 знаков в отличии, там редко падает больше. Ну и бесполезного бафа, который как раз таки был бы более полезен в начале Даскшира, потому что он там повышает количество очков в чести, получаемых в ПВП. Вот, а так, этот баф дает что еще? Количество получаемого опыта и шанс выпадения трофеев. Ну кому нужен нафиг такой баф в конце Даскширы? Он заканчивается примерно в районе полуночи, а в полночь обновляются все ежедневные квесты, начинается глаз, там прочие события, и совершенно нет времени тратить там его на фарм той же библиотеки или чего-то еще. Вот, поэтому этот баф совершенно не уместен, получается. Поэтому, если кто и ходит на Даскшир со стороны Востока, то они идут, как правило, ради ПВП, а не ради награды, так как награды, как таковой нет в принципе. Второй минус Даскширы, это его время проведения. Нет, ну собственно, сам Даскшир по времени вполне уместен. Не уместен как раз таки ивент глаз наблюдателя, который начинается в 12.00, а рейд на этот глаз начинается собирать как раз во время Даскширы. Поэтому многие предпочитают пойти на глаз, нежели на Даскшир, так как награда там по вкуснее немного, плюс там нет никакого ПВП. Вот, и в этом случае, я думаю, со мной многие согласятся, что глаз, да и перемирие на сверкалке в целом давно уже пора перенести на 3 часа назад. То есть, перемирие должно начинаться не в 12 часов дня или полночь, а в 9 часов утра, либо в 9 часов вечера. Ну, соответственно, глаз тоже в 9 утра и в 9 вечера. На мой взгляд, это было бы гораздо удобнее для многих игроков, потому как в 12 дня много у кого не выходит, люди либо на учебе, либо на работе, а ждать до полуночи тоже неудобно. Спать людям тоже хочется, и немногие станут жертвовать двумя часами сна ради там выполнения каких-то квестов на сверкалке. Поэтому совершенно очевидно, что перенос перемирия на 9 утра и 9 вечера просто необходим, и почему до сих пор этого не сделали, совершенно непонятно. Вот, но это что касалось Даскшира. Да, кроме Даскшира есть еще и другие ПВП ивенты, там типа Кровавой Росы, Ока Бури, наконец те же Рейдбоссы, тот же Кракен, либо Дракон. Но для меня они совершенно бесполезны. Ока Бури это чисто фракционное ПВП, где рулят пользовательские фракции. Плюс морское ПВП оно самое убогое в игре, ну лично мое мнение, так как я несколько раз был на Оке Бури и понял, что мне там как магу делать абсолютно нечего. Куда ни ткни, все вне зоны видимости. Даже если противник стоит прямо впритык передо мной, все равно постоянно пишет, что цель вне зоны видимости. Ну тут понятно, во всем виноваты кривые текстуры этих кораблей. Хоть и видимых препятствий нет, есть еще невидимые препятствия, которые портят всю картину. И все что мне остается, это юзать АОЕ скилы с достаточно большим откатом, которые, либо тупо стрелять из пушек. Это совершенно не интересно, поэтому в морском ПВП я не участвую и наверное буду не скоро участвовать. Потому что для этого мне в целом придется менять свой класс, чего я делать не сильно хочу. Вот, ну дальше у нас еще есть Кровавая Роса. Ну по мне Кровавая Роса вообще беспонтовый ивент. И как мне кажется, в основном ее испортили именно пользовательские фракции. Слишком много противоборствующих сторон. Выходит, что каждый сам за себя, каждый сам по себе. И ПВП хоть там и есть, но смысла в нем нет абсолютно никакого. Потому что все враги вокруг. Убил противника, он тут же встает на респе и снова в бой. И вся Роса в целом это не ПВП событие, а тупое бегание по кругу, захватывая по пути башни. Все, неважно насколько вы крутые в ПВП, это абсолютно никак не решает. Решает лишь то, как быстро вы бегаете и захватываете башни. Ну плюс абсолютно дебильная награда. Если еще 500 хонора это ладно, то хоть и не всегда удается выполнить этот квестик, потому как опять же доминируют пользовательские фракции, ты тупо порой не успеваешь добежать до башни, которую захватывает твой рейд. И по окончании Росы восточная фракция у нас на сервере чаще всего не получает вообще никакой награды. Ни одного значка отличия. Это абсолютный бред, поэтому я туда не хожу. Если и зайду, то только ради начального квеста на два знака отличия, которые можно сдать сразу же в начале и не участвуя вообще в Росе никак. Так, дальше что там говорил про рейд боссов. Ну тут тоже все понятно, зерга фракции рулят. На этом все, в принципе, на счет рейд боссов. Вот отсюда выплывает, конечно же, другой вопрос. Почему же я не вступлю тогда в какую-нибудь фракцию? Ну тут для меня тоже все очень просто. Во-первых, я никогда не становлюсь на сторону сильнейших. Это чисто по моим морально-этическим соображениям, так сказать. Для меня это признак слабости, там трусости. Это просто унизительно становиться на сторону сильнейших, потому что они сильнейшие. Поэтому в доминирующую фракцию я не вступлю, в принципе. Что же касается других фракций, то тут по сути тоже все просто. Как вы наверняка могли заметить, что во все эти фракции очень часто переходят всякие неадекватные игроки, у которых абсолютно никакой не чести, не достоинства, не совести. Они совершенно не контролируют своих эмоций, действий. И находиться рядом с такими игроками мне совершенно неохота. Я и без того мало провожу времени в игре, и я не собираюсь тратить это время на то, чтобы портить себе нервы, настроение, наблюдая за выходками этих идиотов. Вот. Но я не буду тыкать пальцами, думаю, кто наиграет наш Яре, тот и так их знает. Так что на основе всего этого я принял такое решение создать свою собственную гильдию. И как вы можете видеть, она потихонечку развивается. Уже скоро, я думаю, пятый уровень. Так что, в принципе, меня все устраивает. Наша гильдия ни на что не претендует, абсолютно нигде не участвует. А кто в нее вступал, тот знает, что никаких обязательств тут нет. И основной принцип у нас это, каждый сам по себе гильдия чисто для соло игроков. Каждый занимается своими делами. Вот. Ну и, соответственно, сейчас никакого набора я не провожу. Объявления о наборе тоже нет. Если кто-то хочет вступить в эту гильдию, то он, как правило, пишет мне в приват, либо там на почту, и я принимаю такого человека без проблем. Но вот конкретного крика в чат-фракции на наборе в гильдию никогда не было и никогда не будет. Я не собираюсь собирать какую-то там доминирующую гильдию, мне это не нужно. Ну а вступить в какую-нибудь конст-пати я в целом готов. Но для этого совершенно нет абсолютно никакой необходимости менять гильдию. Хоть многие этого и не понимают, но это так. Так как, по сути, гильдия здесь нужна в этой игре только для захвата замков, то есть участия в осадах. И все, больше от гильдии здесь нет никакого толку. Состоять в одной конст-пати, ходя там в какие-нибудь данжи, тоже Даскшир, там еще что-то, можно и находять в разных гильдиях. Это абсолютно никак не мешает. Вот. Да и в принципе с моим онлайном найти какую-то конст-пати довольно проблематично. Хотя, в принципе, я мог бы и собрать и сам. Например, для фарма тех же садов наслаждений в героик режиме, так как мне нужны оттуда топовые гравировки в мой посох. Ну а в обнове 2.9 там будет еще один босс, который будет падать хиттем для крафта 7-го гравия обсидиана. На нем тоже, по сути, можно было бы заработать немного. Но мне в целом лень активно этим заниматься, сбором КПН. Если есть желающий, то можете писать мне в игре, если я оффлайн, то на почту. Понятное дело, что там нужен хороший эквип, хилл, танк, там умение играть и все. Но у меня что-то терзают смутные сомнения на этот счет, поэтому я как-то не особо активно этим занимаюсь. Так что с этим в целом все понятно. Так, еще один вопрос, который хотелось бы оговорить, это планы насчет трансфера. Есть информация, что скоро введут платный трансфер, и любой желающий сможет сменить сервер. Но начнем с того, что не на любой сервер можно будет перейти. Например, на Левиафан и Луции, скорее всего, трансфер будет недоступен. А остальные сервера, по сути, мало чем отличаются от нашего, поэтому я не вижу никакой необходимости менять сервер. Так что если и введут трансфер, то я останусь на нашем сервере, и все насчет трансфера на этом вопрос закрыт. Дальше. Возможно, многих интересует, что будет после выхода Blade & Soul. Так как я говорил, что на моем канале будут видео и по этой игре, то скажу сразу, кардинально тоже ничего не изменится. Да, я буду играть в эту игру, по ней тоже будут уходить видео, но там весь контент можно освоить буквально-то максимум за 2-3 месяца, после чего, кроме аренд, там делать будет совершенно нечего. Вот. Так что архив здесь никак не пострадает, никуда я из игры уходить не собираюсь. Буду дальше развивать свой эквип и ждать нового контента. Так как, по сути, игра хоть сейчас и не блещет онлайном и каким-то особым контентом, но простора для введения нового контента здесь очень-очень много. В каком-то плане это даже действительно песочница, только уже скорее не для игроков, а для разработчиков игры. Ну, все, что хотел, сказал. И все, что я говорил, это лишь мое личное мнение, которое сформировалось на моем личном опыте игры. Я никого не заставляю думать так же, как и я. Если вы хотите возразить, считаете, что я в чем-то там не прав, то приводите свои конкретные убедительные аргументы, а не пустой треп и срач в комментариях. Ваше мнение должно быть снова находит на чем-то конкретном, а не на том, что кто-то где-то когда-то сказал. Вот, на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. С вами был Нагварь. Всем пока.